За годы Великой Отечественной войны, легендарный военачальник СССР, маршал авиации, летчик-истребитель, Александр Покрышкин более 150 раз вступал в воздушный бой с фашистами. Согласно официальной статистике, он единолично сбил 59 вражеских самолетов, сам АС имеет иное мнение, некоторые победы Ястреб Небес отдавал на счет подчиненных. Однако по распространенному мнению, в результативности Александр Покрышкин уступает лишь Ивану Кожедубу. Всем привет, с вами канал История Мира, сегодня мы вам расскажем историю жизни Александра Ивановича Покрышкина. Перед просмотром попрошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Александр Иванович Покрышкин родился 6 марта 1913 года в Новониколаевске, ныне Новосибирск, Томской губернии в семье со скромным доходом. Не могли позволить себе жить на широкую ногу и соседи, чьи дети в свободное время промышляли грабежом, били окна, устраивали драки. Российская империя едва оправлялась от Первой мировой войны, воспитанием подрастающего поколения заниматься было некому. Александр Покрышкин воспитывал себя сам, хорошо учился, много читал, а в 12 лет начал проявлять интерес к авиации. Окончив семь классов, юноша устроился на стройку. Приблизительно в те же годы свои крылья расправил Валерий Чкалов, летчик-испытатель. Его подвиги вдохновили Александра Покрышкина и тысячи его сверстников с уверенностью заявить, «Однажды я воспарю в небо». Но для поступления в авиационную школу требовалось сначала получить рабочую профессию. Отец будущего аса, не поддерживал стремлений своего сына, что стало причиной ухода юноши из-за чего дома навсегда, молодой Покрышкин идет работать на стройку и параллельно он поступил в техническое училище города Новониколаевск. Следом за этим, было обучение в сельскохозяйственном институте на факультете машиностроения. В 1931 году Александр Иванович с успехом вступает в комсомол партии. Повинуясь зову сердца, Александр Покрышкин в 1932 году покинул Сибирь и поступил в Пермскую авиационную школу. Только юноша не знал, что здесь готовят техников, а не летчиков. В своих воспоминаниях АЭС приводит слова начальника той школы. «Все вы обязательно хотите быть чкаловыми, хотите летать. А кто же займется моторами? Александр Покрышкин начал угрюмо грызть гранит науки. Позже с высоты опыта летчик отмечал, что школа помогла ему понять устройство самолетов и приобрести технические навыки, которые неоднократно спасали жизнь на войне. Двери летной школы оставались для Александра Покрышкина закрытыми, но он готовился однажды взмыть в небо, прыгал с парашютами, летал на парапланах. В сентябре 1938 года впервые сел за штурвал У-2. Возможность почувствовать небо выдавалась нечасто, и проблемы в знаниях Александр Покрышкин восполнял теорией. Труд не остался без внимания. В ноябре 1938 года будущий ас наконец получил направление в Качинскую летную школу, которую с отличием окончил год спустя в звании летчика-истребителя. Ему предлагали стать инструктором, но получили отказ, Александр Покрышкин хотел не просто подниматься в небо, а покорять его. Немало таких случаев представилось в годы Великой Отечественной войны. Кровопролитную бойню против Третьего Рейха Александр Покрышкин прошел полностью, с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года. Дебютную победу летчик-истребитель одержал, едва второй день войны сменил первый. Воздушные бои показали Александру Покрышкину, насколько небо СССР уязвимо для фашистов. Нападение не имело тактики, ходы совершались вслепую, о техническом оснащении говорить не стоило. Каждый самолет был на вес золота, потому что авиационные мастерские собирали танки. Все, на чем держался воздух, на героизме людей. Александр Покрышкин позже писал, тот, кто не воевал в 1941-1942 годах, не знает настоящей войны. Первой награды Ордена Ленина, летчик-истребитель удостоился за добычу стратегических данных. В декабре 1941 года бушевала зима. Снег заметал так, что наземная разведка СССР упустила цель танки Пауля фон Клейста, немецкого военачальника. Несмотря на буран и минимальный запас топлива, Александр Покрышкин поднялся в небо и определил местонахождение врага. Сведения помогли Красной Армии отвоевать Ростов. 1943 год стал триумфальным не только для Александра Покрышкина, но и для всей фронтовой авиации. Анализ предыдущих боев позволил летчику внедрить в тактику СССР новые маневры и приемы патрулирования воздуха. Своей целью оставил уничтожение ведущего, гибель главного самолета деморализовала всю эскадрилью. Александр Покрышкин неумолимо крушил врага. Только в апреле 1943 года он уничтожил 10 самолетов, за что был представлен к первой звезде Героя Советского Союза. В следующем месяце счет побед аса пополнили еще 12 фашистов. Переломным моментом стала битва на Кубане в августе 1943 года, в которой Александр Покрышкин лично сбил 22 самолета. В воздухе сражались за Родину и другие асы, ученики Героя Советского Союза. За смелость, проявленную в небе Кубани, летчик-истребитель получил вторую звезду и прославился на всю страну. Александр Покрышкин – первый человек, трижды награжденный звездой Героя Советского Союза. За достигнутые результаты журнал «Смена» назвал его лучшим летчиком СССР. Выпуск украшала портретная фотография. А американский журнал комиксов дал асу крайне точное прозвище «Ястреб небес». Венчал путь Александра Покрышкина по Великой Отечественной войне, парад победы 24 июня 1945 года. Летчику и истребителю доверили идти во главе колонны Первого Украинского фронта. Согласно официальной статистике, в военное время Александр Покрышкин 650 раз поднимался в воздух, 156 раз вступал в бой с врагом и сбил 59 самолетов. Сам летчик приписывает себе как минимум 90 побед, а историки утверждают, что цифры слишком завышены. Якобы «Ястреб небе» уничтожил немногим больше 40 вражеских машин. После войны Александр Покрышкин продолжил служить. Его энтузиазм сдерживал Василий Сталин, командующий ВВС Московского военного округа. Из-за конфликта с сыном лидера СССР АС, занимавший генеральную должность, получил «золотой погон» с серебряной звездой, звание генерал-майора авиации лишь после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В 1950-х Александр Покрышкин сменил ВВС, на ПВО. Он дослужился до заместителя главнокомандующего войсками ПВО СССР. Что касается личной жизни, то сердце Александра Покрышкина занимали две страсти – авиация и Мария Кузьминична, медсестра. Знакомство с последней состоялось в 1942 году на берегу Каспийского моря. Молодые люди влюбились без памяти, слали с разных линий фронта друг другу письма, часть из которых оставалась без ответа, не успевала найти адресанта. Личную жизнь молодые люди узаконили 1 апреля 1944 года в Черниговке, ныне это село Приморского края. Тогда Мария Кузьминична уже носила под сердцем первенца, дочку Светлану. Она прожила 52 года, скончавшись от рака. Наследник Покрышкина тоже Александр, родился в 1947 году. Летчик с женой успели понянчить внуков, Александра, Павла и Екатерину. Как и многие люди, пережившие Великую Отечественную войну, Александр Покрышкин отличался крепким здоровьем. До последних дней он оставался у руля, трудился в Министерстве обороны СССР. Биография летчика Аса завершилась 13 ноября 1985 года на 73 году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Могила Александра Покрышкина находится на Новодевичьем кладбище в Москве. Бюст, украшающий ее, венчают главные награды летчика, звезды Героя Советского Союза. Вот такую жизнь прожил первый трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.